Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное, полезной, актуальной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем сюжете речь пойдет про автомобиль, который вполне отвечает запросу «Левый руль автомат» и что-то полноразмерное. При этом стоит на вторичном рынке достаточно вменяемых денег. К премиальному классу его, конечно, нельзя отнести никаким боком, но на оборотной стороне мы имеем надежность и простую конструкцию. О том, что собой представляет данная модель как таковая и к чему готовиться, покупая подобный вариант на вторичном рынке, мы сегодня поговорим. Встречайте, Nissan Almera, третье поколение, кузов G15. Nissan Almera третьего поколения в кузове G15, можно сказать, нишевый продукт, подготовленный концерном Renault-Nissan специально для российского рынка. Что они сделали в данном случае, взяв за основу реношную платформу, они одели сверху кузов Bluebird Silfy 2005 года. И по итогу получился вот такой полноразмерный семейный автомобиль. Третья Almera дебютировала в 2012 году, а сошла с конвейера семью годами позже, в 2019. Выбора по части агрегатов у покупателя данной модели особо не было под капотом, мог располагаться один-единственный двигатель объемом 1,6 литра на 102 лошадиные силы, естественно, бензиновый. А вот по типу коробки передач вы могли выбирать между механикой и классическим гидромеханическим автоматом. Автомобиль получился достаточно универсальным, и в том, что касается габаритных размеров, он вполне себе средний класс. Длина автомобиля 4,65 м, ширина 1,69 м, высота 1,52 м, дорожный просвет вполне взрослый 16 см, а колесная база 2,70 м, такая же, как у Toyota Mark II в сотом кузове. Именно этот фактор обусловливает достаточно большое пространство в салоне, особенно для задних пассажиров. Одна из причин, почему данный седан очень популярен в службах такси. Машина получилась при этом довольно маневренной, радиус разворота 5,4 метра. К достоинствам автомобиля относится также и весьма объемный багажник, емкостью под 500 литров. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска под капотом 1,6 литра на 102 лошадиные силы и автоматическая коробка передачи. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько он способен сопротивляться коррозии. Альмеры третьей генерации собирались в России по полному циклу производства, то есть и сам металл на кузова шел российского производства. Толщина лакокрасочного покрытия на этих автомобилях стандартна для большинства других машин от 100 до 150 микрон. Но при этом сколы и царапины данные автомобили ловят достаточно с большим энтузиазмом. Особенно это касается машин, которые частенько ездят по трассам. Если с внешними кузовными панелями, такими как, например, капот, передние крылья или двери, все обстоит более-менее благополучно, эти элементы оцинкованы и открытые сколы, как правило, на них ржать не торопятся, то вот в таких зонах, как передняя кромка крыши или передние стойки, имеет смысл более оперативно залечивать скольчики и царапки, поскольку на этих местах они имеют свойство достаточно быстро превращаться в рыжие точки. При осмотре Альмера третьей генерации, в целом, особенно если это касается автомобилей с большим пробегом, обращайте внимание не только на состояние днища и задних арок, но также и на состояние кузова в подкапотном пространстве. А вообще совет будущим владельцам подобных автомобилей, не поленитесь и проведите дополнительную антикоррозийную обработку. Если этого не сделал предыдущий собственник. Что касается бортового электрооборудования, то Ниссан Альмера 3 в этом отношении очень и очень простой автомобиль, и ломаться в этом просторном салоне, по большому счету-то, нечему. Если очень сильно напрячь память, можно вспомнить пару, буквально пару эпизодов, когда были проблемы с регулировкой селектора автомата, то есть при постановке коробки в положение паркинг, по факту коробка еще в него не вставала. Нечто подобное можно наблюдать на автомобилях типа Mazda 6, либо Mazda CX-5. Однако в нашем случае вопрос решался банальной регулировкой. Естественно, при осмотре поддержанного экземпляра, проверяйте все, что есть в салоне, на работоспособность, но с вероятностью 99% вопросов по части электрики у вас к автомобилю не будет. Что касается двигателей G15 Almera, то в данном случае была одна единственная силовая установка K4M. Это двигатель рядный, четырехцилиндровый, с ременным приводом ГРМ, с самым обычным распределенным впрыском, головкой блока цилиндров на два распредвала, 16 клапанов, оснащенный фазовращателем на впускном валу. Мощность данной силовой установки 102 лошадиные силы. На современных версиях данного силового агрегата, которые устанавливались под капот Almera, стояли гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому регулировкой здесь заморачиваться не нужно. Сам по себе двигатель K4M это очень надежный агрегат, в том, что касается поршневой группы. Ресурс данного двигателя под 500 тысяч километров пробега. Да и каких-либо характерных болячек, по большому счету, у данной силовой установки нет. Единственный момент, который нужно иметь в виду человеку, покупающему и эксплуатирующему подобный агрегат, это то, что ремень ГРМ в данном случае подлежит замене раз в 60 тысяч километров пробега. Но лучше немного перестраховываться и до данного срока не доводить, меняя ремень, так сказать, превентивно, поскольку при обрыве ремня ГРМ в данном случае вы попадаете на замену загнутых клапанов в головке блока цилиндров. Наличие фазорегулятора также предопределяет и возможную проблему с ним, которая, как правило, проявляется в виде треска при запуске на холодную. Попадаются подобные вещи на пробегах уже ближе к 100 тысячам километров и далеко не повально, далеко не на каждом агрегате. Встречаются владельцы данных автомобилей и с проблемой неровных холостых оборотов или плавающего холостого хода, в котором могут быть повинны как дроссельная заслонка, так и форсунки и, например, образовавшийся подсос воздуха. Чаще прочего в этом бывает повинен впускной коллектор. Если вы смотрите автомобиль с пробегом за 100 тысяч километров и далеко за 100 тысяч километров, также будет не лишним убедиться в отсутствии течи технических жидкостей. Чаще прочего на К4М встречаются протечки масла по клапанной крышке, а также по сальникам коленчатого вала, как переднему, так и заднему. А вот антифриз в данном случае может подтекать с корпуса термостата, в случае, если на нем появилась трещина. Здесь четыре индивидуальные катушки зажигания. И, кстати говоря, при мойке данного двигателя следует быть осторожным. Все это дело элементарно заливается, поскольку не закрыто вообще ничем. Однако оборотная сторона подобной открытости это достаточно легкая последующая продувка залитых свечных колодцев. Да и выкрутить свечи никакого труда здесь не составит, так что при осмотре подобного автомобиля вы можете легко проверить компрессию, убедившись в исправности цилиндропоршневой группы. Что касается расхода масла на угар, то в исправном состоянии К4М в данном факте обычно замечен не бывает. Стоит также отметить, что К4М это достаточно старый и не слишком экономичный мотор, но при этом он переваривает наш бензин без каких-либо вопросов. А это тоже своего рода плюс. Что касается коробок передач, в данном случае всего два варианта механика либо автомат. Механическая КПП это пятиступенчатая JH3 от Renault Logan. Коробка сама по себе на самом деле далеко не больная и не проблемная, с практически неограниченным ресурсом, особенно если попадет в умелые руки. Ресурс сцепления до замены может быть очень разным в зависимости от стиля вождения, но в среднем это около 100 тысяч километров пробега. Единственное, что при осмотре автомобиля, на одометре которого уже далеко за 100 тысяч километров, обратите внимание на то, чтобы механика не теряла масло через сальники приводов. Подобное на данных трансмиссиях встречается достаточно нередко. Что касается автоматической трансмиссии, то на Альмерах этой генерации устанавливался четырехступенчатый гидромеханический автомат маркировкой DP2. К моменту появления третьей Альмеры эта трансмиссия была переработана из своего менее удачного предшественника маркировкой DP0, получив новый гидротрансформатор, на этот раз фирмы ZF, а также усовершенствованный гидроблок. В целом, данный автомат получился после всех модернизаций весьма и весьма надежным агрегатом, способным отработать далеко за 250 тысяч километров пробега. Но данная трансмиссия боится перегрева, а также требует регулярной замены рабочей жидкости хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. Что касается подвески, то Nissan Almera G15 повторяет своего прародителя-донора платформу Renault Logan Sandero. В данном случае спереди у нас Macpherson, ну а сзади самая обычная балка. Конструкция очень простая и поэтому долговечная. Что касается ресурса компонентов подвески, то наименее долгоживущими в данном случае будут вовсе не детали стабилизатора поперечной устойчивости, как мы привыкли видеть на других автомобилях, а скорее нижние шаровые опоры. В данном случае их ресурс около 60 тысяч километров пробега, хотя кто-то исхитрялся доездить и до сотки. Все очень сильно зависит от дорог, на которых вы эксплуатируете автомобиль. Что касается ресурса, например, амортизаторов или ступичных подшипников, то здесь все по-взрослому. 100-150 тысяч километров пробега. Каких-либо сюрпризов от сайлентблоков передних рычагов, ранее пробега 100-120 тысяч, также ожидать, в общем-то, не приходится. Ну а рулевая рейка на этих автомобилях, самая обычная гидравлическая, и в каких-либо особых проблемах замечена не была. При осмотре подобного автомобиля обращайте внимание, чтобы рейка была сухая и не было подтеков технической жидкости по магистралям гидроусилителя. Что касается задней подвески, то здесь и вовсе балка, два сайлентблока и две втулки на амортизаторах. Соответственно, по сути дела, выходить из строя здесь нечему. В некоторых источниках можно встретить упоминание о том, что, дескать, на автомобилях со всем небольшим пробегом обнаруживались трещины на сайлентблоках задней балки. Однако наша практика подобные вещи не подтверждает. И сами по себе, сайлентблоки-балки очень живучие на пробегах до 150 тысяч вы вообще вряд ли столкнетесь хоть с какой-то необходимостью уделить им внимание. Так что, по сути дела, при осмотре Альмеры G15 на подъемнике ваша задача уделить основное внимание кузову. Посмотрите машину на предмет отсутствия следов деформации, то есть серьезных ударов, чтобы силовая структура, лонжероны и так далее не имели следов ремонта. Ну, а также обратите внимание на отсутствие коррозии по низу. Подвеска здесь простая и достаточно бюджетная в ремонте. Общие выводы по Альмере третьего поколения будут следующие. Если вам действительно нужен леворульный на автомате, но при этом простой и недорогой в содержании обслуживания автомобиль, обратите внимание на эту машину. Комфортный ход, много места в салоне, огромный багажник и, в общем-то, не проблемные агрегаты. Касается это как двигателей, так и коробок передач. Самое основное внимание к кузову на предмет отсутствия ржавчины и предмет отсутствия следов серьезных ДТП. Ну и, конечно, не забывайте проверить понравившийся автомобиль по базам. Эти модели очень распространены как в службах такси, так и в каршеринге. На сегодня это все. Если наш обзор оказался вам в чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. И еще, если у вас была или до сих пор есть Альмера в кузове G15, вы проехали на нее не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, также не поленитесь указать это все в комментариях, поскольку людям, задумавшимся о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока. Пока.